Если у Брещан День независимости прошел спокойно, то весьма волнительно провели 3 июля врачи Брестского родильного дома. Здесь родились 9 деток, 5 мальчиков и 4 девчонки. Малыши как будто предчувствовали, их появление станет не только долгожданным подарком для их родителей, но и будет поводом для прихода гостей. Ими уже в 14-й раз в рамках акции «С любовью к детям» становятся представители организации «Белая Русь» и депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Традиционно мы пришли сюда, в такое святое место, место, где зарождается жизнь, новая жизнь. Эта акция проводится с 2009 года общественной организации «Белая Русь». Мы ее, скажем так, тоже родили. 14-й раз мы посещаем роддом. В этот торжественный день мы хотим принести чуточку своего тепла этим молодым мамам, неважно, которые стали первый раз, второй или третий, они все-таки молодые мамы. За 6 месяцев этого года у нас родилось 2212 детей, из них 36 двое. 3 июля в Брестском областном родильном доме родилось 9 детей. Из них 5 мальчиков, больше, чем девочек, и четверо девочек. Одни роды произошли путем операции кесарево сечения, все остальные родились самостоятельно, без осложнений. Обладателями самого дорогого подарка в жизни и статус «мама» получили 9 прекрасных женщин. В их адрес звучали искренние пожелания не только от родных и близких, но и от прибывших гостей. Ну а какой праздник без цветов и подарков? Мы поздравляем молодых мам и деток, которые родились в главный государственный праздник нашей страны, День независимости Республики Беларусь. То, что они пришли на свет именно в этот день, является таким добрым знаком, который говорит о том, что Беларусь развивается, она прирастает маленькими гражданами и уверенно смотрит в будущее. Я уверена, что эти детки вырастут настоящими патриотами нашей страны и будут гордиться днем своего рождения, годом своего рождения, потому что на свет они появились в год мира и созидания. И для того, чтобы они развивались, росли, у нас созданы все условия, они могут получать прекрасное образование, развиваться в различных сферах. И, конечно же, мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы они воспитывались, росли под мирным небом. Четыре маленьких жительницы Брещины против пяти юных берестейцев в числе новорожденных богатырей и сына Марии Зайцевой. Сын и внук долгожданный и очень желанный. По признанию молодой мамы, эмоции, которые она испытывала в день появления Марка, а именно так назвали своего первенца Мария, не поддаются никакому описанию. Мы долго ждали эту беременность, порядка двух лет. И это было для нас очень ожидаемое событие. Беременность была не из легких, скажем так, но все получилось. И мы очень рады этому событию. Тем более оно произошло в такой невероятный большой праздник для нашей страны. Для нас теперь это вдвойне праздник для нашей семьи. Ну и, конечно, все очень рады. Это невероятная эмоция, это даже не передать словами. Для кого-то День независимости подарил первого малыша в жизни, но есть и семьи, для которых быть родителем не в новинку. Пример тому – Олеся Кравченя. 3 июля на свет у нее появилась долгожданная и желанная дочка Амелия – третий ребенок в семье. Мы с мужем долго думали и решились на третьего ребеночка, потому что муж очень хотел дочку. Для нас это, конечно, было очень волнительным событием, знаменательным таким, когда узнали, что ждем ребенка, когда узнали особенно, что будет девочка, очень обрадовались и малыши, и мы, конечно, с мужем очень счастливо прожили эти моменты. И вот дождались на 3 июля, что у нас появилась наш ангелочек, наша девочка. Родились настоящие патриоты. Именно так говорят о малышах, которые появились на свет 3 июля. И разве может быть иначе, если они сделали свой первый вдох, затем скажут и первые слова, сделают первые шаги на независимой белорусской земле. Той, которую десятки лет назад, 3 июля 1944 года, отвоевали деды и прадеды, подарив возможность родиться новому поколению в мирный летний день.